Всем здравствуйте! У нас продолжается разговор о внутренностях, о том, что гудит внутри наших компьютеров. И сегодня мы разберем вторую загадочную проблему. Вторая загадочная проблема, которую мы уже успели поставить в прошлый раз. На самом деле у нас сегодня будут целых две загадочных проблемы, которых мы решим. А вторая загадочная проблема, которую мы поставили в прошлый раз, это код, который суммирует все элементы массива меньшее, чем 128. Там смешно было то, что у меня была ошибка в самом коде. У меня он не суммировал, а просто присваивал. Но если его переписать так, чтобы он суммирует, я проверил, ничего особо не меняется. Давайте покажем настоящий бенчмарк. Так, значит, вот консолька. Экран всем виден? Пока да. Класс. Значит, давайте b-мистери.сим. Вот у нас простой бенчмарк. Соответственно, вот здесь мы суммируем элементы. Сум плюс равно арт-житт, видите? И дальше мы суммируем их под условиям арт-житт больше 128. А дальше мы два раза заходим в эту функцию. Первый раз мы заходим, не присортируя данные. Второй раз мы заходим, присортируя данные. И давайте скомпилируем это со всеми возможными оптимизациями. Запустим. Если мы не присортируем данные, то мы ждем, 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 ждем 5 секунд. А если присортируем данные, то 0,5 секунд. То есть даже более убедительно. То есть типа в 10 раз. И в прошлый раз я обещал вам рассказать, из-за чего это случается. То есть почему так? Что вообще происходит? И чтобы понять, что вообще происходит, нам придется спуститься и заглянуть в самую глубину микропроцессора. И в самой глубине микропроцессора у нас находится конвейер. Микропроцессор – это такой завод. В этом заводе есть конвейер. Как вы думаете, вот когда вы берете любой исполняемый файл и запускаете его, что в этот момент начинает происходить? Что такое исполнить какой-то файл? Марк, переведи на доску. Давайте я нарисую сразу, так сказать, все, что происходит в этот момент. А потом мы вернемся к слайду, мы разберем уже по слайду. Итак, пункт первый. Когда вы запускаете какой-то процесс, операционная система создает, собственно, процесс. Процесс, как мы помним, это единица изоляции памяти. То есть операционная система создает объект процесса с каким-то PID, и каждому процессу выделяется его виртуальная память. Сколько виртуальной памяти выделяется? Вся. Все адресное пространство. От нуля до 2 в 64-й. Минус один. Все эти ячейки адресуемые. У вас на компьютере нет столько памяти. 2 в 64-й байтовых ячеек от сколько? 2 в 32-й байтовых ячеек от сколько? Сколько? Хорошо. 2 в 30-й. Еще проще. 2 в 30-й байт – это сколько? Это гигабайт по определению. 2 в 10-й – это килобайт, 2 в 20-й – это мегабайт, 2 в 30-й – это гигабайт. То есть 2 в 30-й – это гигабайт, а 2 в 64-й – сколько? Это 2 в 34-й степени гигабайт. Это больше, чем сколько? Это больше, чем 16 миллиардов гигабайт. Как вы думаете, есть ли у вас 16 миллиардов гигабайт? Нет, но ваш процесс считает, что есть. То есть, операционная система создает процесс, выделяет ему виртуальную память. Что происходит дальше? Дальше ваш файл, который лежит на диске, загружается в эту виртуальную память. Ваш файл, как мы помним из семинара, где мы рассматривали линкеры, состоит из кода, секция текст, данные, секция дата, бсс, секция бсс. Но как на секции на них смотрит линкер? То есть, для линкера это секции. Для лодера, то есть, для той программы, операционной системы, которая загружает ваш файл в выделенную для него виртуальную память, для лодера это сегменты. И мы эти сегменты загружаем. Сегменты это как бы сгруппированные секции. Все, что похоже на код, все, что похоже на родату, все, что похоже на дату. Мы загружаем, куда-то мы загружаем код, куда-то мы загружаем данные, куда-то мы загружаем стэк. Я потом покажу вам, как это реалистично выглядит, но условно. У вас в виртуальной памяти появляются вот такие куски. И эта виртуальная память, она отмаплена на физическую память. Вот у вас есть где-то физический рам. И в этой физической памяти начинают выделяться куски. У каждого процесса своя виртуальная память. Если у вас есть два процесса, и в двух процессах код отмаплен на абсолютно одинаковые адреса, то в физической памяти он будет лежать по разным адресам. То есть каждый процесс видит только свою память. Ни один процесс не видит памяти другого процесса. Поэтому каждый процесс считает, что он исполняется в одиночестве. Теперь смотрите. Когда у нас это отмаплено на физическую память... Кстати, догадайтесь, кто делает этот маппинг. Кто делает маппинг виртуальной памяти на физическую? Операционная система. Конечно. Операционная система – это единственный, кто может это сделать. Спасибо. Так вот. Операционная система, когда загружает, сразу делает маппинг. Про этот маппинг мы еще поговорим. И, смотрите, ваш код, ваши данные, ваш стэк – это все тоже память. И когда вы начинаете дальше исполнять ваш код, что происходит? Что происходит? У вас регистр, который называется RIP, ставится на какую-то позицию в памяти, в виртуальной памяти, которая соответствует тому месту, где лежит код. Дальше, по этому регистру, вы должны что сделать? Вот тут лежат какие-то инструкции, одна за другой. Давайте нарисуем их вертикально. Вот представьте, у вас такая программа. Лежит инструкция add, потом лежит инструкция sub, потом mof, потом lot, потом store, потом опять add. И у вас сейчас instruction pointer стоит на этой инструкции. Дальше что происходит? А дальше все. Дальше начинает бежать уже ваш микропроцессор. Потому что ваш процессор теперь должен вынуть эту инструкцию с памяти. Дальше, что он с ней должен сделать после того, как он ее вынул из памяти? В памяти, я напомню, лежит не add, лежат просто какие-то биты. Когда инструкция вынута из памяти, это называется fetch. Что должен сделать после fetch? Помните, мы писали симулятор простейшего микроконтроллера на первом семинаре по ассемблеру? Что вы там делали в вашем симуляторе после того, как вы fetchили инструкцию? Должны были понять, что это за инструкция, правильно? Как это называлось? Вспомните. Вы ее декодировали. Вы ее декодировали. Дальше что вы ее делали? Исполняли? И после того, как вы ее исполняли, вы что делали? Вы писали новое значение в регистре в память, правильно? В writeback. Вот это базовые этапы того, что нужно сделать с каждой инструкцией. А теперь представьте, что мы с каждой инструкцией делаем все это индивидуально. То есть, что мы каждую инструкцию fetch'ем, декодируем, исполняем, делаем в writeback в память. Переходим к второй инструкции. Fetch'ем, декодируем, исполняем, делаем в writeback в память. Переходим и в регистры. Переходим к третьей инструкции, к четвертой, к пятой. Вы видите, что здесь можно с оптимизировать? Можно сначала сделать fetch, а декодировать. Да, и пока вот эта инструкция декодируется, следующую fetch'ить. Понимаете? То есть, можно сказать, у нас есть pipeline, конвейер. Знаете, как мы собираем автомобили? Я не знаю, вас водили на экскурсию когда-нибудь на завод, где есть вот эта конвейерная лента? Где-нибудь, может, в компьютерных играх вы видели конвейерные ленты? Да, в Чарли Чаплине. В Чарли Чаплине. Вы видели конвейерную ленту в Чарли Чаплине? Стоят рабочие, каждый делает своё. И между ними едут инструкции. И вот первый рабочий на конвейере, он умеет только декодировать. Первый fetch'ить, второй декодировать. То есть, первый берёт лопатой, кидает эту инструкцию на ленту. Второй эту инструкцию нарезает на кусочки. Третий ходит за регистрами, значение регистров приносит, изменяет. Четвёртый исполняет инструкцию и так далее. То есть, у нас стоят определённые рабочие по этому конвейеру. Марк, вы заберни, пожалуйста. Теперь смотрите. Вот упрощённый этот конвейер. Упрощённо. Instruction fetch. Это, я напомню, fetch, считывание из памяти, условно говоря. Дальше. Instruction, decode, register fetch. Загрузка значений регистров и декодирование инструкции. Execute. При необходимости memory access. При необходимости в writeback. Смотрите. Вот код. Сначала mof, потом sar, потом add, потом addc, потом add, потом kmp. И сейчас мы fetchим addc. Видите, вот на этом устройстве addc. Вот сейчас мы вот здесь. Если мы вот здесь и мы fetchим addc, значит, что add мы исполняем, в смысле декодируем, sar мы исполняем, а с mof ebx мы что делаем? Пишем ebx обратно в регистр. Обратите внимание, а мы сейчас исполняем sar? Нет, можете вы сказать. Почему? Что мешает вот прямо в этот момент исполнять sar? Так мы же его уже исполнили. Нет, нет, мы сейчас в процессе. Мы его зафетчили. А сейчас мы дошли до стадии исполнения. И сейчас мы фетчим addc. То есть мы сейчас фетчим вот здесь, а исполнять мы должны sar. Но что нам мешает его исполнить? У нас есть вся информация, которая нам нужна, чтобы сдвинуть ebx на 31. Нам нужно закончить делать mof? Конечно, спасибо, спасибо. Почему для всех это так сложно? Ребят, девушки, включайтесь. Смотрите, вот этот mof должен подготовить нам значение ebx. Вот этот рабочий должен сделать значение ebx, отнести его на полочку. Откуда его возьмет этот рабочий, правильно? Поэтому на самом деле вот здесь нарисована не совсем корректная картинка. Этот sar в данный момент что должен делать? Он должен ждать на регистр фетча вот здесь. Согласны? Он должен ждать регистра, потому что у них прямая зависимость. Но я нарисовал вот так. Я нарисовал неспроста. Дело в том, что в любых процессорах для регистров действует оптимизация, которая позволяет их одновременно писать и очень быстро перекидывать по конвейеру назад. Поэтому с регистрами все гораздо проще. Если память мы действительно стоим, ждем, то регистр вот здесь пишется. Эта штука не стала его вообще ждать. Пошла уже на execute. И когда запишется, она его сразу исполнит. Там обычно регистры пробрасываются через специальный такой шорткатик. И если мы посмотрим на следующий такт, то в следующем такте что будет происходить? Что станет с инструкцией MOV? Она закончится с конвейера? Да, она уйдет с конвейера. Когда инструкция ушла с конвейера, это говорят «заретайровался». То есть вот это слово «ретар» знаете, как английское слово «ретар» как «вышел на пенсию». Вот «ретар» инструкция – это инструкция, которая ушла с конвейера. MOV заретайровался. Дальше что произойдет? САР начнет исполняться. САР уже исполнится. САР пойдет на врайтбэк нового значения в EBX. ЭД куда пойдет? На execute. ЭДС пойдет на decode. А фетчится что начнет? Эд. Следующий ЭД начнет фетчиться. Всем понятная идея. Мы берем инструкцию за инструкцией, фетчим ее в конвейер. Какой-нибудь есть вопросы? Здесь должен возникнуть один вопрос. Я сознательно немножко замаскировал проблему. Я разместил здесь только самые простые инструкции. Мы можем придумать инструкцию посложнее, чтобы у вас возникли вопросы? колл. Хорошая идея. А колл – это разновидность чего? Да, разновидность джампа. Колл – не совсем хорошая идея. Почему? Если мы делаем колл, если это директный колл, то мы обычно знаем, куда мы его делаем. А если это будет джамп? И если это будет джамп под каким-то условием? Смотрите. Что если у нас есть вот такая программа? Мы вот здесь ждем memory access. То есть вот здесь оно пошло в память, в кэши. Мы не знаем, попало в кэш, не попало. Мы ждем, пока оно придет из памяти и загрузится в ECX. В это же время вот здесь кэмп у нас стоит на экзекьюшене, но он стоит на экзекьюшене, он ждет ECX. Согласны? Он ждет ECX. И в этот момент мы задекодировали GLE. Мы декодируем GLE, и дальше мы должны зафечить следующую инструкцию. А какую инструкцию зафечить? Вот эту или вот эту? В зависимости от результатов GLE. Но мы его пока не знаем. Мы пока не знаем, куда он уйдет. Смотрите, мы еще стоим, тупим, ждем памяти. Мы вообще не знаем, что придет из этой памяти. Что бы вы начали делать? Я предлагаю в этот момент стоять и ждать. Вот когда придет, тогда придет. У вас есть лучшие предложения? Давайте, может быть, кого-нибудь спросим. Вот, Саша, у вас есть лучшие предложения? Ну, а какое-нибудь простое, вот самое простое предложение. Вот что-нибудь, что было бы просто лучше, чем то, что я сказал. Я сказал, мы не знаем, что фечить, значит, мы ничего не фечим. Стоим и ждем, пока у нас не будет точно известно, куда идти. Фечить сразу две следующие таланты? Фечить сразу две. Фечить сразу две интересная идея. Действительно интересная идея. Иногда так делают. Но эта идея очень плохо масштабируется. Потому что если на следующем шаге мы будем продолжать ждать эту память, а дальше у вас будет еще один джамп сразу за ней, то вам предстоит фечить сразу четыре, фечить сразу восемь, и где-то на шестьдесят четвертой инструкции, ну, вы ломаетесь, да? Вот. Поэтому фечить сразу две не очень реализуемо. То есть в какой-то степени реализуемо, но не масштабируется. Какая есть еще идея? Выскажите ее, она довольно очевидна. Если мы считаем, что ничего не фечить плохо, а фечить сразу две слишком много... Фечить что-то одно. Фечить что-то одно, спасибо. Мы спекулятивно куда-нибудь пойдем. Мы предположим, что этот бранч будет взят, что он будет выполнен. Или мы предположим, что он будет невыполнен. И мы куда-то пойдем. Вот, Денис, вы бы предположили, что этот бранч будет выполнен, или что он будет невыполнен? Да. Иван, а вы бы как предположили? Предположили, что не будет выполнять. Почему? А потому что прыгать лень. А на самом деле фетчет, это же просто по instruction pointer. Нет, смотрите, вот если бы это был прыжок назад, если бы это было что-то вроде цикла, то там что разумно предполагать? Конечно, потому что любой цикл будет выполнен сто раз и будет не выполнен нам всего один раз, понимаете, да? К сожалению, прыжок вперед. Это что-то вроде ИФА. Поэтому типа 50 на 50. И мы предположили что-то, потом пошли фетчить. Что делать, если мы потом досюда дошли и мы поняли, что мы ошиблись в нашем предположении? Придется фетчить другую? Да, придется чистить конвейер. Чистить конвейер от неправильной догадки и фетчить что-то другое. Обратите внимание, мы ничего не теряем по сравнению с ситуацией, когда мы просто сидели и тупили. То есть ситуация, когда мы очистили конвейер, это ровно та ситуация, когда мы все это время сидели и тупили. То есть мы можем выиграть, если мы угадали, или если мы промазали, это называется branch miss predict, то мы можем проиграть. Ну, как проиграть? Получить нулевой результат, скажем так. А выглядит это примерно вот так. Мы говорим, мы предсказали, что он пойдет сюда, и дальше мы начали фетчить, 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 фетчить. Если фетчили неправильно, то чистим конвейер и теряем на это кучу времени. Вопрос. Еще разок. Если тут несортированный массив, и вот тут случайное значение, с какой вероятностью мы будем угадывать этот переход? Если здесь абсолютно рандомное униформно распределенное значение? Конечно, здесь будет 50 на 50. И в половине случаев здесь мы будем чистить конвейер. А если здесь будут сортированные значения и будут идти так, сначала все, которые меньше 128, а потом все, которые больше, то с какой вероятностью мы тогда будем угадывать? И вот если у нас тупая микросхема, которую угадывают, то есть, например, если мы угадываем, что всегда тейкин, тогда мы бы не видели разницу. Мы бы тоже 50 на 50 угадывали. Но мы видим разницу. Что это означает? Что она обучается, да. Это значит, что наш бранч-предиктор умеет обучаться на истории. Смотрите, вы знаете, как предсказывать погоду с вероятностью 70%? Да. Сказать, что такая же, которая была вчера, да. Сказать, что завтра будет та же самая погода, что была сегодня, это 70% точности. Таким образом, если у нас есть память хотя бы из одной ячейки, если мы предсказываем просто, что бранч будет тейкин, если он уже был один разок тейкин, тогда в этом случае сколько раз мы ошибемся, если данные будут сортированы? Один. Да, мы ошибемся в один раз. Все остальные разы нам не придется чистить конвейер. Вы представляете, насколько это быстрее, если массив большой, мы миллион раз почистили конвейер, или мы ни разу его не чистили. И вот это дает отличие вот реально в 10 раз на том бенчмарке, который я вам привел. Вот в этой штуке оно быстрее или медленно работает из-за того, что в процессоре есть бранч-предиктор. И здесь вы, наверное, хотите у меня спросить, так как же он все-таки обучается? Что я вам хочу ответить на это? По-разному, по-разному. Есть наиболее тупая и простая стратегия обучения, когда с каждым адресом связаны всего два бита, и каждый раз, когда он тейкин, мы переходим по конечному автомату направо, каждый раз, когда он not тейкин, мы переходим налево. И предсказываем, слева или справа мы находимся. Но современные бранч-предикторы умеют действовать гораздо умнее. Вот смотрите, у каждой инструкции есть адрес. Вот у этого GL есть адрес 104, видите? Вот этот адрес 104 находится в кэше бранч-предиктора. Да, бранч-предиктор – это тоже кэш. У него есть фиксированное количество адресов, которые он может в себе сохранить. И рядом с каждым адресом его история, когда он был тейкин, когда not тейкин. Например, у адреса 0x104 история такая. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Что бы вы предсказали? Что бы вы предсказали дальше по такой истории? Не очень понятно. Но вот у адреса 0x60 у него вот такая история. Все нули. Что предскажете дальше? Дальше 0, понимаете, да? И дальше должен быть какой-то алгоритм, который берет историю и что-то предсказывает. Ну вот здесь, кстати, если история растет влево, если история растет влево, то мы видим, что два последних раза он был тейкин, и скорее всего третий раз он будет тейкин. Ну тут разумно предположить, что тейкин. Вот. И когда у нас приходит новый адрес, который мы еще не трекаем, что мы делаем? Мы вытесняем оттуда какой-то из старых адресов, у которого история подлиннее, и записываем такой-то новый адрес. Видите? То есть в branch predictor тоже есть кэш branch predictor. А самое забавное, что в железках делают двухуровневые branch predictor. Кроме branch predictor в Intel x86 есть, например, еще loop predictor. Потому что считается, что циклы очень просто предсказывать, и нечего обратными дугами засорять дорогую историю branch predictor. Поэтому сначала loop predictor предсказывает, или как это говорят, стримит циклы, а branch predictor включается только если есть какой-то branch, с которым loop predictor не справляется, ну и так далее. Дальше в железе это можно усложнять сколько угодно дальше. А как оценить реальность? Как оценить реальность, сколько вы теряете на branch mispredictor в реальной программе? К сожалению, умозрительно это сделать очень сложно или почти невозможно. Алгоритмы современных branch predictor в железе очень сложны. Поэтому вам нужно пользоваться профилировщиком. Я тут наделал скриншотов с Intel vTune, но Intel vTune сейчас можно скачать только через VPN, потому что Intel прекратил работать с Россией. Возможно, нам стоит поискать другой профилировщик. Учить вас пользоваться профилировщиком я не буду, потому что дальше в нашем курсе вам это нигде не пригодится. Но в жизни может пригодиться. Поэтому я рекомендую вам дома скачать какой-нибудь профилировщик, научиться им пользоваться. Например, что мы видим здесь? Мы видим вот это строчки кода, вот это bad speculation, и мы видим bad mispredict 23,5%. Это значит, что где-то четверть раз у нас плохой branch mispredict. И обычно вы просто включаете любой профилировщик, который умеет работать с хардварными счетчиками, и он по счетчикам вам показывает количество mispredict, потому что branch predictor умеет считать mispredict и сообщать операционной системе. Я посчитал очередной mispredict. И, кстати, профилировщики могут помочь с кэшами, потому что у кэшей тоже есть ивенты, и мы видим, что там L2 bound 31,6%, это значит, где-то 32% мы промахнулись мимо L2 кэша. Ну, опять-таки, можно смотреть, насколько ваша программа кэш-френдли. Я не буду на этом слишком долго задерживаться, потому что все прочие разы, то есть года четыре подряд было так. Я тратил где-то занятия на то, чтобы показать всем, как щелкать по профилировщику, и на следующем занятии все об этом забывали. То есть здесь, к сожалению, мне кажется, можно научиться только если самому потребуется. Просто знайте, что они есть. Если что, их можно скачать, натравить на ваш код и попробовать. Хорошо. Однако вернемся к нашей проблеме с branch'ами. Вот наша проблема с branch'ами. Мы хотели бы, чтобы эта штука работала быстро. Мы хотели бы, чтобы вот эта штука, даже несмотря на то, что массив не отсортирован, работала быстро и дружелюбно к branch'-предиктору. Давайте посмотрим на ассемблер. А то мы давно не смотрели на ассемблер. Посмотрите, пожалуйста, на ассемблер, который получился из этого цикла. Давайте проверим, что вы не разучились на него смотреть. Вам это скоро понадобится. Давайте по очереди, что ли. Лиза, MOV-SX, RSI, EBP, что делает? Не просто помещаем, просто помещаем это MOV. MOV-SX это... Сайн-экстенд, помните? MOV-ZX, MOV-SX, MOV-SYN-экстенд, MOV-ZER-экстенд. Дальше. Саша, тест КБП и БП что делает? Тест. Тест ставит флаги для следующего GLE. Как он ставит флаги? Нет, он ставит флаги как end. Чтобы смотреть как sub, нужно к MP. То есть он выставляет флаги, тест выставляет флаги, как будто это end. Получается, смотрите, в каком случае мы проверяем GLE меньше или равно нуля. В каком случае EBP оказывается меньше или равен нулю после end. Да, когда он изначально был меньше или равен нулю. То есть если len меньше или равен нулю, тогда мы идем на loop exit. То есть куда-то вот сюда. Хорошо, дальше у нас следующее. Аня, XOR-EX-EX что делает? Зануляет EX. Спасибо. Дальше давайте. Иван, MOV-SX, RDX, DWORD-PTR, RBX плюс RAX на 4. Это адрес, да? Да, и то, что там лежит в RDX и знаково расширяем. А почему умножить на 4? Да, потому что массив int. На самом деле это просто ARTGT. Мы изначально поставили G равно нулю. Дальше, видите, мы в цикле G растим. И вот здесь мы ARTGT считаем. 4 это size of attent. Хорошо, дальше, Артем. КМП и DX128. Получается, сравниваем. Мы ставим регистр флагов. Как мы ставим регистр флагов? Мы ставим регистр флагов так, как будто бы мы вычли 128 из EDX. В каком случае то, что мы вычли EDX минус 128 прыгнет под GLE? Если будет sign флаг, не равен overflow флаг. То есть, в данном случае мы действительно сравнили EDX со 128. Дальше давайте, Матвей. Вот это, addRTX, RDX, что такое? Ставим, зачем я? Да, мы RDX плюс RCX и сумму сохраняем в RCX. ADRX1 понятно, КМП понятно, GLE понятно. Всем ассемблер понятен. На всех не хватило, сейчас скоро хватит. Есть ли идеи, что можно улучшить? Самый сложный вопрос. То есть, смотрите, это очень просто. У нас один цикл. Мы вот тут его обошли, потому что это цикл фор. А так мы оставили из него цикл вайл. Я объяснял, это каноникализация. И внутри него самый мерзкий, это вот этот переход. GLE L2. Помните, я вам на последнем семинаре по ассемблеру на 6.5 я вам рассказывал про технику, которая могла бы нам позволить убрать вот этот мерзкий кусок. Ну, тут действительно сложно догадаться. Давайте я вам покажу. Смотрите. DataFlowExecution. Я говорю, что TMP это RG больше 128. Помните инструкцию SET. Вот это инструкция SET. И дальше я умножаю ARGINE и TMP. Попробуйте осознать этот код. Давайте я покажу вам, как он работает. Я внес хитрую микроархитектурную оптимизацию. Теперь давайте я попробую вам доказать, что она полезна. Давайте посмотрим. У меня это называется bmysteryopt.c. Я бы сказал, она мистически оптимизирована. Сейчас я только открою, покажу ее вам, что там. Итак, здесь ровно то, что я написал на доске. Я вычисляю, что TMP, если RG больше 128.1 или 0. И я знаю, что это пойдет в DataFlowExecution. Я знаю, что это пойдет в операцию SET. И по конвейеру мы не будем вообще нигде ждать. Смотрите. Мы самый вложенный цикл теперь вообще ни разу не ждем. Мы каждый раз делаем умножение. Просто в некоторых случаях мы умножаем на 0 и добавляем к сумме. И тут надо опять написать плюс равно. Сумм плюс равно RGT умножить на TMP. Вроде бы мы делаем кучу бесполезной работы. Мы умножаем на 0. Зачем мы это делаем? Но в реальности никакой бесполезной работы не происходит. Мы убрали назойливый бранч, который давал нам назойливый миспредикт. Давайте посмотрим, насколько хорошо это работает. на несортированных данных 1.19, на сортированных 1.26. Примерно так же оно тут будет гулять туда-сюда, потому что тут есть некий шум. Если я еще разок запущу, видите, 1.24, 1.23. Ну, то есть, оно примерно одинаково. 1.2 примерно. Плюс-минус там погрешность. Тут, видите, погрешность во втором знаке. Вот. Соответственно, поровну. Поровну. Я сдвинул вычисление в датафлоу. Бранч перестал миспредиктиться. И мы увидели по сравнению с 5.5 секунд. Очень хорошо. Но по сравнению с 0.5 секунд очень плохо. Я ухудшил в три раза, да? То есть, я ухудшил лучший случай. За счет чего? Как раз за счет той лишней работы, которую мы начали делать. За счет вот этого постоянного умножения на 0, которое вообще нафиг не нужно. Вот. У меня к вам такой вопрос. Я сделал хуже или лучше? Стояние возможно лучше. Что? Возможно, но времени лучше. Да. Но смотрите. Во-первых, код стал явно менее читаемым. Из этого кода менее понятно, что человек имеет в виду. Правильно? То есть, когда вы что-то такое делаете, во-первых, вы должны писать рядом километрового размера комментарий, что это вы такое сделали. Во-вторых, сама трансформация сомнительная. Если бы эта трансформация была всегда позитивной, то ее, очевидно, делал бы компилятор. Если компилятор этого не делает, то вы сюда приходите и говорите, я хочу сказать, что я умнее компилятора. Но компилятор делает три сотни оптимизаций, о многих из которых вы даже не знаете. Наверняка его писали много тысяч инженеров. То есть, вы должны каждый раз, когда вы делаете вот такую микрооптимизацию, даже если ваша программа реально начинает работать там в разы быстрее, вы должны понимать. Вы делаете что-то, как минимум, странное. Что-то странное, что-то сомнительное. Давайте посмотрим на ассемблер. Продолжим расспрашивать людей об ассемблере. Movesx тест понятно, XOR понятно. А вот это интересная штука. Давайте, Артем, что такое setGAL? Смотрите, мы сравнили KMPVCX128, а потом сделали setG. Исходя из того, что мы только что видели, что это такое? Выставили результат сравнение. Конечно, выставили линейничку или нолик, да. Мы выставили результат определенного флага. Дальше следующая, Ксения. Я вас еще, по-моему, не спрашивал, да? Имул, Я, Икс, Иц, Икс, что делают? А результат куда? А результат куда? Результат в два регистра. А. Там, да. Вот. Денис, я извиняюсь, но вам самый клевый вопрос. А это что такое? Стесняется. Кто не стесняется ответить? Поднимите руки. Кто помнит, что такое setGQ? Я. Конверт чего-куда? Он расширяет. Спасибо, Ваня. Я вами горжусь. Оно расширяет DoubleWord ЯИКС в QuadWord ЯИКС. Чтобы из этого ЯИКС мы получили Эра Икс. Очень клево. Хорошо. Вот. И, соответственно, да. Опасно делать. Эти оптимизации, они опасны. Но иногда они прям спасают. Мало того, на самом деле в реалистичном конвейере, ребят, все обстоит еще хуже. Потому что реалистичный конвейер Out of Order. Там несколько алушек, то есть несколько исполняющих юнитов, каждый из которых может в параллель исполнять инструкции. И все ваши инструкции, которые приходят, они распределяются на эти алушки, потому что одна инструкция может работать с одними регистрами, другая с другими. Если они независимы друг от друга, их можно исполнить в параллель. И вот у такого средненького микропроцессора стоит 8 арифметических юнитов, чтобы распределять на них в параллели арифметические операции, если они у вас не очень зависимы, и делать их в параллель. То есть на самом деле микропроцессор может сделать Ad не за один проход по конвейеру, а может сделать там 8 Ad за один проход по конвейеру. Просто потому что в определенном месте у него будет 8 алушек. Теперь смотрите, давайте я задам вам один вопрос. Кстати, я был удивлен, что вы мне его ни разу не задали, когда мы изучали ассемблер. Вот мы изучаем ассемблер, мы изучаем, например, инструкцию Ad. И очень часто в прошлых годах в группах возникал вопрос, а есть где-нибудь стоимость? Сколько стоит Ad? Сколько стоит Move? Сколько стоит Div? То есть что дороже, посчитать единицу на А и потом умножить на результат или разделить на А? Или что дороже, сложить или умножить? Теперь давайте попробуем ответить на этот вопрос. Как вы думаете, что дороже? Если у нас есть какая-нибудь ассемблерная операция, мы можем приписать ей какую-нибудь стоимость? С учетом конвейера, с учетом аутофордера. Да, вы говорили, что XOR это очень дешевая команда. Да-да, я говорил, что XOR это очень дешевая команда. Но посмотрите сюда. Что реально мы можем сказать о цене команды? И мы можем сказать, что реально цена команды, это знаете, что такое? Это сколько она проведет на Алушечке, это сколько она проведет вот здесь. А по-настоящему цена исполнения вашей программы складывается из чего? Из цены всего конвейера. И вот в цене исполнения вашей программы, чтобы вы так примерно понимали, 30% это миспредикты бранчей. То есть от всего времени у вас программа на всех оптимизациях исполняется час. Из этого часа 20 минут из-за миспредиктов бранчей, 20 минут из-за локальности кэшей. То есть 20 минут мы бьем мимо кэша, 20 минут мы неправильно предсказываем бранчи. 20 минут исполняем саму программу. В параллель. То есть вопрос о стоимости отдельно взятой ассемблерной инструкции. Почему XOR лучше, чем MOV EX0? XOR лучше, потому что он меньше места в кодировке занимает. Для MOV EX константа нужны биты, чтобы кодировать константу. Мало того, из регистра получить значение гораздо дешевле, чем зафечить его из константы в кодировке инструкции. Просто потому что константа в кодировке инструкции лежит в памяти, а регистр лежит на регистре. Регистр это SRAM, правильно? И вот то, что конвейер вот такой, то, что он дальше может все распределить, делает миспредикт еще хуже. Потому что если мы в какой-то момент понимаем, что мы ошиблись с предикшеном бранчей, мы чистим не один путь по конвейеру. Мы чистим все, что мы распараллелили. И это прям очень жестко. И у нас есть очень долгая и сложная стадия, которую мы разбирали в прошлый раз, когда говорили о кышах. Это доступ к памяти. Как вы думаете, что если бы пока конвейер делает что-то другое, мы могли сбегать сюда заранее? То есть у нас лод только фетчиться начал, а мы уже прибежали сюда и сказали, подготовь ему адрес. Можем что-нибудь такое сделать? И удивительно, но можем. Потому что у нас есть префеч. Префеч – это, грубо говоря, лод, который не возвращает на самом деле значение. Префеч делается через built-in префеч, и он говорит, «Я знаю, что когда ты дойдешь сюда, ты будешь еще исполнять вот эту штуку. Но когда ты дошел сюда, я хочу тебе сказать, на следующей итерации этого цикла тебе понадобится AI плюс один. Уже сбегай за ним в память. Уже подтащи его в кэш, чтобы когда я до него здесь дойду, он у меня уже был». Префеч на x86 не сильно ускоряет исполнение, потому что на x86 окно с кэдблера 200 инструкций, там сам все запрефечит, короче. Но на некоторых архитектурах, где железо не такое умное, префеч дает очень много эффектов. На этом мы сейчас прервемся. Вы в прошлый раз получили проект кэши и сформировали команды, правильно? Сейчас нам предстоит, во-первых, порешать проблем ЛЦ командно, а во-вторых, потренироваться в командном взаимодействии. То есть мы сейчас с вами, со всеми возьмем какую-нибудь команду, вот, например, там Ваню с девушками, и обсудим архитектуру, как лучше побить задачу, как лучше распределить обязанности в команде. Потому что была сделана общая ошибка для всех групп. Некоторые люди посчитали, что они сейчас в одиночку придут и проблем ЛЦ за всю свою команду напишут. Идея хорошая, в чем-то, может быть, даже работающая, потому что проблем ЛЦ не очень сложная проблема, но абсолютно не работающая для более сложной проблемы, которую вы получите как основной проект, когда, собственно, проблем ЛЦ решите. Потому что там вы в одиночку не справитесь, с гарантией не справитесь. Поэтому уже на проблем ЛЦ надо потренироваться, как вы работаете командой. То есть надо попробовать, прикинуть, как будет выглядеть решение, распилить это решение так, вот как мы, собственно, пилим на Алушке. Представьте, что Алушке – это вы, да? Распилить это решение так, чтобы им в параллель могли заниматься три человека и дальше договориться относительно того, как это решение будет интегрироваться. Сейчас мы выключим камеру. Такие вещи под камеру не рассказываются. Это исключительно личная передача. И мы с вами поговорим о том, как мы будем работать в команде. Марк, вырубай. Итак, мы тут поделились с некоторыми секретными техниками командной работой и декомпозицией проектов. Я думаю, кто-то уже вдохновился, кто-то попробовал, кто-то уже даже поделил задачи. Итак, как мы уже выяснили, бранч-предиктор – это тоже кэш. У бранч-предиктора есть свой собственный небольшой кэш. Какие бранчи мы, собственно, будем предсказывать по адресам. Но, что самое смешное, инструкции – это тоже кэш. Потому что инструкции – это тоже данные. Как я уже говорил, в инструкции есть память, в которой лежат инструкции. И конвейер, декодировав инструкцию, сохраняет ее в кэш инструкции. Причем L1 кэш – он свой для инструкции, свой для данных. А вот L2 кэш – он для инструкции данных общий. Поэтому, чем больше и агрессивнее у вас скачки по вашей программе, тем агрессивнее вы вытесняете L2 кэш за счет той его порции, которая кэш инструкций. Но обычно в процессоре довольно большой кэш инструкций. Что-то типа 32 килобайт на каждое ядро. И довольно сложно написать такой прыжок, чтобы destination прыжка не влез в кэш инструкции. Поэтому кэш-мисс по кэшу инструкции – это довольно редкое явление. Мы его не будем рассматривать, потому что он сравнительно нечастый. Вместо этого мы рассмотрим другую загадочную проблему. Тоже опосредованно, связанную с кэшами. Последняя загадочная проблема в этом семинаре. Я называю ее А-мистери. Если у нас уже была С-мистери с кэшами и Б-мистери с бранчами. Итак, загадочная проблема следующая. Все помнят алгоритм бинарного поиска? Сортированный массив. Сортированный массив на N элементов вам нужно найти элемент со значением M. Как будете искать? Разделим пополам. Если на половине больше, чем M, то будем искать в правой половине. Если меньше, чем M, будем искать в левой половине. Согласны? Если массив размером 2 в 25 степени элементов, сколько шагов бинарного поиска в среднем потребуется, чтобы найти какой-нибудь элемент? 25. 25. Согласны? Каждый раз пополам. Если массив 2 в 25... Ну, а 2 в 25 довольно много. Типа... 32 миллиона, да? Ну, 32 миллиона массив. Всего 25 шагов. Мы все нашли. Вот. И у меня вопрос. Я этот вопрос тут задал Марку до пары. Оказалось, что Марк тоже не знает. А вопрос следующий. Берем два массива. Один массив 2 в 25 степени элементов, а в другой массив чуточку больше. Вот если посчитать в процентах, то 2 в 10 степени это сколько процентов от 2 в 25 степени? Сотой тысячи. Ну да, потому что 2 в 15 степени это примерно... 2 в 15 степени... Нет, 2 в 10-й тысячи 24. 2 в 15-й это где-то 32 тысячи с копейками, да? Ну, 1 в 32 тысячи, да, это тысячная доля процента. Это сотая доля процента, да? Вот. Это плюс одна сотая процента. И мы запускаем бинарный поиск в обоих массивах. И Марк сказал, что будет незначительно дольше в том массиве, который чуть побольше. Все согласны с Марком. В среднем 25 шагов, но в реальности в том массивчике, который чуть побольше, незначительно дольше, да? Те, кто смотрит на YouTube, поставьте на паузу. Подумайте. Я надеюсь, вы подумали. А теперь давайте проверим. Всегда же интересно проверить. Смотрите. Бинарный поиск. У меня есть функция dice, которая кидает кубик от min до max, возвращает run по модулю max плюс min. У меня есть функция yota, которая проходит по массиву и делает плюс-плюс на каждый следующий элемент. То есть я заполняю массив просто элементами 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Это называется yota. И у меня есть binary search. Абсолютно красивый, понятный binary search. Без всяких даже ввод-указателей, просто сын-указатель array, который вы наверняка писали сами не так давно. На третьем семинаре в середине прошлого семестра. Все помнят binary search? А вот и он. И что я делаю? Я запускаю binary search, ставлю ноопт на результат, ставлю ноопт на и, я запускаю его в цикле, повторяю сколько-то раз и, соответственно, ищу случайный элемент. Dice от 0 до CZ-1. И трачу на это сколько-то шагов, после чего замеряю время. И я делаю два замера. Я беру логарифмический сайз, ну типа 25, это будет 2 в 25 размер массива. И логарифмический шифт. Это плюс, небольшая прибавочка. Что я делаю? Я делаю один CZ, после чего я делаю один CZ плюс один сдвинутый на шифт. То есть, два в степени СЗ плюс два в степени шифт. Компилируем, как обычно, со всеми оптимизациями. Ну, я там кое-где вставил ноопт, но все точки, кроме тех, которые я вставил ноопт, должны быть лучше соптимизированы. А чтобы нам всякие паразитные операции с памятью под руку не лезли. И запускаем. В полтора раза быстрее, если массив на 0,01% больше. Может, случайность, может, ошибка измерения. Запустим еще разок. Мы видим, что он немножко пляшет во втором знаке после запятой. 0,58, 34, 0,59, 33. Но в целом отлично воспроизводится. Ну, понятно, почему пляшет. У меня там случайные числа. Плюс шум самого ноутбука. Плюс я еще сейчас стрим веду. Мы сделали массив капельку больше, и бинарный поиск начал работать в полтора раза быстрее. Если до этого мы хотя бы строчки местами переставляли, если до этого мы хотя бы, господи, если до этого мы хотя бы массив сортировали, то это просто загадка из всех загадок. Мы ничего не делали. Все, что мы сделали, мы сделали массив чуть больше. Почему стало быстрее? И давайте, для того, чтобы понять, почему стало быстрее, подумаем. Марк, переведи, пожалуйста, камеру на доску. Все помнят, я вам рисовал кэш как хэш-таблицу. Этой хэш-таблица тут список двусвязный. В этой хэш-таблице хранятся указатели на элементы списка. Мы двигаем их об фронт. Вот этот элемент берем, двигаем вперед. Последний элемент удаляем из кэша. Скажите, а в компьютерном железе это так может быть реализовано? Если вы не пишете программу, а делаете компьютерную железку, разве вы сможете это так реализовать в компьютерном железе? Нет. Компьютерное железо так не умеет. А как мы могли бы реализовать кэш в компьютерном железе? Давайте подумаем. Смотрите. В компьютерном железе кэши могут выглядеть примерно так. Мы храним какую-то таблицу, потому что компьютерное железо лучше всего хранит таблицы. в этой таблице какой-то признак. Валет, например, V. И по этому признаку лежат какие-нибудь данные. И вот здесь какой-нибудь индекс. И вот у нас есть какие-то индексы. И каждый индекс показывает на кэш-строку. Это не настоящий кэш, сейчас я вам настоящий покажу. Это просто я размышляю. И каждый индекс показывает на кэш-строку, где лежат какие-то данные. Понимаете идею, да? Если нам хочется... Но это, грубо говоря, кэш-таблица, где в каждой кэш-линии один элемент. Если нам хочется два элемента, то мы вводим рядом еще одну таблицу, в которой хранятся данные с тем же индексом, правильно? И тогда вот это вот все, все, что соответствует одному индексу, это кэш-сет. То есть это, собственно, то, где хранятся наши данные, которые мы кэшируем. Проблема вот в чем. Представьте, что у вас есть память. А у вас есть вся виртуальная память. Вот вся ваша виртуальная память. И представьте, что на вот эту табличку вы отображаете каким-то образом. То есть у вас есть какой-то адрес в памяти, А, и вы должны сказать, я обратился по этому адресу, как мне с этого адреса вычислить индекс в этом кэше, чтобы закэшировать значение? Как вы отобразите адрес А на индекс в кэше? Чтобы это можно было сделать в микросхеме в шелезе? Самое простое вы можете сказать «Да один в один!» «Да один в один!» «Да один в один» это вряд ли, потому что один в один сложно, у вас получится такого же размера кэш, сколько у вас адресов. Поэтому вы можете сказать, ладно, один в один не буду. Буду, например, просто какие-то биты адреса я выделю под индекс. Вот у меня есть адрес, вот я какие-то биты адреса выделю под индекс, и вот по этим битам адреса буду находить в кэше. Кстати, очень удобно получается, потому что если мы говорим, что в одной кэш-линии у нас лежит, например, 64 бита данных, то вот здесь вот в адресе у нас будет оффсет, это будет оффсет внутри кэш-линии. В данном случае, я извиняюсь, это скорее 64 байта, чем 64 бита. И вот этот оффсет внутри кэш-линии должен как раз адресовать эти самые байты, которые у нас в кэш-линии лежат. То есть мы знаем, сколько битов оставить на оффсет, сколько битов пустить на индекс. Правильно? То есть вот этот оффсет внутри кэш-линии, это реально вот прям вот оффсет, откуда считываем данные здесь. В зависимости от адреса, когда мы бьем чуточку вокруг адреса, мы бьем в ту же кэш-линию, но чуточку рядом с каким-то оффсетом в ней. И вот эта идея, вот эта идея, она действительно лежит в основе аппаратных кэшей. Давайте я покажу вам настоящие аппаратные кэши. Не те, которые в браузере, а те, которые настоящие. Настоящий аппаратный кэш, сет-ассоциативный кэш. Выглядит вот так. Ну, я перерисовал известную картинку из кого? Из Паттерсона, наверное. Я забыл из кого. То есть я эту картинку помню наизусть. Она у меня так впечатана в голову, что я забыл из какой она книжки. Я постараюсь вспомнить, добавить список литературы. Итак, вот это физический адрес у вас на компьютере. И физический адрес у вас на компьютере имеет четыре основных компоненты. Это оффсет, банк, индекс и так. Где банк, это номер банка кэшей. У вас кэш разделен на несколько банков. Индекс определяет номер сета. Сет – это вот это вот, помеченное красным. Сет – это, грубо говоря, все, что вы храните в кэше для этого индекса. То есть это размер кэша для данного индекса. А индекс – это способ выбрать сет. И вот каждый такой блочок, содержащий данные в кэше для соответствующих индексов, он называется вээм. В каждом вээе у нас ровно столько ячеек, сколько может адресовать битами индекс. То есть сколько бит в индексе, столько у нас ячеек вээ. И сколько у нас вээев, столько у нас размер нашего кэша. И политика вытеснения при этом работает точно так же. Представьте, что у меня заняты для этого сета все вээ. и ко мне приходит новое значение в тот же сет. Какое значение я вытесню? Например, то, к которому обращались в последнем. Но как мне это сохранить? И поэтому я должен как-то немножко тегировать эту ячейку чем-то таким, чтобы четко определить, какой в ней адрес. И вот эти биты адреса, которые позволяют мне исправлять коллизии в этой кэш-линии, они называются тегом. И тег – это часть адреса. То есть адрес состоит из тега индекса банка оффсета. У меня есть валет бит, у меня есть тег, у меня есть дата в кэшах. И отображение на память идет примерно так. Оффсет – это всегда нижние биты. Индекс плюс банк – это номер сета. Поднимите руку, кто уже догадался про бинарный поиск? Вот этой картинке достаточно, чтобы догадаться про бинарный поиск на самом деле. Давайте тогда я вам покажу картинку, после которой вы сразу догадаетесь. Смотрите. У меня есть кэш-линия. У меня есть сет. Сет 0. Сет 1. Сет 2. И так далее. И в основной памяти кэш-лайн 0 смотрит на определенные блочки. Например, если у нас всего 16 килобайт памяти, если у нас каждый меморий блок 4 байта, то есть если у нас 4 байта – это адресуемая память, если у нас 256 байтов кэша, если 4 байта – это блок в кэше, если кэш-ассоциативность 2, то есть если у нас 2 вэя, и если у нас 32 сета, а 32 сета – значит, у нас 6 бит-индекса в адресе, то это означает, что кэш-лайн 0 кэширует вот эту ячейку блок 0, вот эту ячейку блок 64, вот эту ячейку блок 256. Кэш-лайн 1 кэширует блок 1, блок 65 и так далее. Кэш-лайн 2, кэш-лайн 3, кэш-лайн 63 кэширует и так далее блок 4095. То есть в каждую кэш-линию может, за каждую кэш-линию конкурируют блоки, располагающиеся с определенным страйдом. А почему они не располагаются друг за другом? Типа сначала все это первое, а потом второе. А почему они не располагаются друг за другом? Их можно было бы расположить друг за другом, но тогда у вас не работало бы тегирование. У вас, когда вы изменяете биты тега, чтобы индекс и офсет оставались внизу, вам нужно, чтобы они изменялись со степом, равным битом индекса плюс битом офсет. Вот через эти биты у вас все и лежит. Правильно? Вот. И это самое естественное. То есть, вот эта реализация в аппаратуре, она самая дешевая, самая простая, ее, собственно, все используют. Это так называемый сет-ассоциативный кэш. То есть, когда у нас в A хранятся элементы сетов. Так. при чем тут бинарный поиск? Давайте разрисуем память. Давайте я разрисую память. Марк, верни на доску. Давайте я разрисую память и покажу вам, куда будет попадать бинарный поиск. если мы берем массив по размеру точно являющейся степенью двойки, массив точно степень двойки. И это где-то 2 в 25. пятый. Бинарный поиск, первый удар посередине, куда ляжет? Вот здесь сколько? 2 в 24. 2 в 24. Спасибо. Я боялся, что вы скажете 2 в 12, тогда все зря. 2 в 12 с половиной. 2 в 12 с половиной. Прекрасный ответ. Прекрасный. А вы умеете возведить 2 в степени 12 с половиной? Дальше. Третий удар куда ляжет? 2 в 23. Четвертый удар куда ляжет? 2 в 22. Давайте зарисуем все эти адреса. Давайте зарисуем все эти адреса. Зарисуем адрес 2 в 25. Это скучный рисунок сейчас будет. Зарисуем адрес 2 в 24. Зарисуем адрес 2 в 23. Что мы можем сказать про все эти адреса? Если у нас биты индекса, смотрите, offset у нас где-то 6 бит, а индекс у нас где-то 11 бит. То есть у нас где-то 2 в 17 это конец битов индекса. что мы можем сказать про все эти адреса? Какой у них у всех индекс? У них у всех индекс 0, правильно. У всех этих адресов индекс равен 0. Если у всех этих адресов индекс равен 0, то чтение всех этих ячеек что делает? Конкурирует за одну и ту же кашлиню. то есть у нас в эх у нас в эх довольно много места. То есть вот у нас сеты вот для индекса равен 0, вот для индекса равен 1, 2, 3, 4, 5, но каждый раз, когда мы считываем эти ячейки, мы очень быстро заполняем все для индекса равного 0, после чего начинаем вытеснять отсюда, мы перестаем попадать в кэш, у нас закончилось место, мы должны сбегать, вытеснить. Мы начинаем бороться за одну и ту же кашлиню в железе. А остальные простаивают? Остальные простаивают. А если у нас небольшой сдвиг, 2 в 25 плюс 2 в 10, то куда попадет следующий выстрел? 2 в 24 плюс 2 в 5 в 5 Иван так хорошо начинали. 2 в 24 плюс 2 в 9, конечно. И если мы нарисуем биты этих адресов, смотрите, 2 в 25 плюс 2 в 10 все нули, но вот здесь, например, единичка и дальше все нули. А если плюс 2 в 9, то единичка ноль, а дальше вот тут единичкой все нули, то что мы можем сказать про их индексы? У них разные индексы, видите? У них разные индексы. Очень важна вот эта часть адреса, которая индекс. У них разные индексы, и они конфликтуют за разные кашлинии. Поэтому они гораздо лучше лежат в каше, они гораздо реже вытесняются. Поэтому вот здесь, когда мы вот этот массив бинарным поиском ищем, мы при первом поиске взяли его в кэш, и уже на первом поиске кое-что начали вытеснять. На втором поиске, поскольку мы кое-что вытеснили, мы промахнулись, на третьем поиске мы опять промахнулись и так далее. Когда мы ищем по массиву, который чуть больше, мы на первом же поиске заполнили практически всю таблицу, которая у нас есть в аппаратуре, потому что у нас там индексы практически не будут совпадать. Мы заполнили практически всю таблицу, которая есть в аппаратуре, и на втором поиске мы что делаем? Мы просто всегда на втором поиске, на третьем, на четвертом, на пятом попадаем в кэш. То есть попасть в железячный кэш очень много зависит от того, в какой сет вы пытаетесь попасть. Я прям вижу, у вас есть вопросы. Задайте их. Нету. У нас получается, что индекс как раз-таки из-за того, что у нас каждый раз мы заполняем все индексы в данном случае. Да-да-да, мы используем не только вот эти ячейки, а вообще все, всю двумерную таблицу. И на следующий бинарный поиск у нас получается, что все уже в кэше. У нас же все бинарные поиски одинаковые. Мы ничего не вытеснили, мы ничего не вытесняем, поэтому мы никогда не промахиваемся на втором проходе. То есть понятно, на первом бинарном поиске мы все разы промахиваемся, да? У нас в кэше еще ничего нет. Но на втором бинарном поиске мы не промахиваемся уже ни разу. Я делаю 10 тысяч повторений этих бинарных поисков. В одном случае мы 9999 раз не промахиваемся, а в другом случае у нас есть промахи. Причем, заметьте, промахи у нас не всегда. Мы доходим где-то до 2 в 17. Если я прав, то сейчас, если я попробую не на 2 в 25, а на 2 в 17, то мы должны разницу-то почти не увидеть. Давайте попробуем, прав я или нет. Марк, переведи камеру обратно на меня. Сейчас я сокращу размер массива, и мы должны увидеть, что разница исчезает, потому что мы с массивами маленького размера будем уже долбиться по разным индексам естественным образом. Давайте посмотрим это. Вот смотрите. Я беру а.out 2 в 17, сдвинутая, например, на 2 в 10. Там тоже сильно меньше 1%. А 2 в 7 – это 512, поэтому. 0,11, 0,11. Все. Я беру 2 в 18. Разница начинает вырастать. 0,14, 0,12. Видите? Я беру 2 в 19. 0,16, 0,14. 2 в 20. 0,26, 0,20. Разница становится заметной. 2 в 21. 0,38, 0,28. 2 в 22. 0,7 и 0,3. Все. Два раза. Видите? То есть в зависимости от того, насколько я создал большой контеншн по одинаковым индексам, у меня очень разные результаты, которые в данном случае очень легко истрактовать. Хорошо. У нас осталось еще немножко времени. Я хотел бы еще разок остановиться на замере размеров кэша, потому что никто из вас так и не прислал мне в Телеграм вашу работающую программу, которая это делает, которую я мог бы попробовать. Большая часть прислали некоторые зрители, но то, что прислали зрители, сомнительно. Смотрите. Большая часть того, что прислали зрители, оно что делает? Оно измеряет, казалось бы, то, как я сказал в прошлый раз. То есть давайте я покажу вам бенчмарк, который измеряет кэш. Ну вот, у меня есть кэш-бенч. Что за бенчмарк? Все очень красиво и, что называется, не подкопаетесь. Вот у меня есть лайнер кэш. И вот у меня есть кэш, в котором я обращаюсь по случайным адресам. И давайте я в лайнер кэше, я тут зачем-то рант вычисляю. Давайте я в лайнер кэше рант закомментирую. Вот так. Линейные обращения с хорошей кэш-локальностью. Или, ну что такое рант? Какая-то арифметическая функция, правильно? Или вот эти обращения с так себе кэш-локальностью. Давайте посмотрим. Компилируем. Запускаем. Например, вот для такого массива, там 100 повторений. Да, логарифмический размер, поэтому для массива 20 логрепс, ну, например, 5 повторений. Соответственно, ну, неплохо так, да? За счет кэшей в 54 раза ускорились. Серьезно? За счет кэшей ли. А что, если я верну вот эту штуку, которую я потер? Что, если я верну банальную вещь? Я же тут просто делаю индекс, а и т плюс равно 1. А здесь я, чтобы сделать индекс, беру случайное число. Рант по модулю n плюс равно 1. Видите? И когда я беру случайное число, давайте я замерю то время, которое мне нужно на получение случайного числа. Как вы думаете, по сравнению со считыванием элемента из массива, получение случайного числа, это дорого или дешево? Ну, там довольно-таки быстрый алгоритм. Довольно-таки быстрый алгоритм, говорит Иван. Давайте посмотрим. Если я добавлю замер... Я в No2 еще оптимизирован и все. Лайнер-Луп вообще перестал отличаться от кэшей. Без оверхеда на замер случайного числа он отличался в 50 раз. Что это означает? Это означает, что если мы в линейный цикл, который хорошо попадает в кэш, добавили вычисление случайного числа, то это ухудшает общее время работы цикла 50 раз. Хорошо, хорошо, подумал я. Наверное, это вызов функции. В конце концов, рант находится в стандартной библиотеке. И если рант не заинлайнило, то это кол. И мало того... А его не заинлайнило, разумеется. Галлипсичные функции не инлайнится. Они предкомпилированные. И этот кол, кроме всего прочего, еще пишет в стэк адрес возврата. То есть, он сбивает мне замеры кэша. Это плюс одна запись еще в памяти. То есть, я замеряю, извините, записи в память, используя для этого записи в память. Хорошо. Прекрасно. Я написал вот такой бенчмарк. Бенчмарк называется RNG-бенч. В котором я сказал. Так. Значит так. Нет, ну это не тот. Сейчас где... А, вот. LightWight RNG-бенч я написал. Вот. LightWight RNG-бенч. LightWight RNG-бенч делает следующим образом. Я делаю три параметра для генератора случайных чисел. R, R, C, R, N. И на каждой... На каждом... На каждом... На каждой итерации цикла все, что я делаю, это умножение, сложение, деление по модулю. Умножение, сложение, деление по модулю. И я меряю умножение, сложение, деление по модулю плюс доступ в память, линейный цикл, против... То есть тут заведомо никакого кола нет, согласны? Против просто плюс равно один. То есть я меряю плюс равно один против умножения, сложения, деления по модулю. Да? Как вы думаете, сколько вот этот доступ в память, насколько легче, чем он же только с тремя дополнительными арифметическими операциями? Он у меня тут будет очень хорошо попадать в L1Cash. Я не делаю обращение к RNG. Я делаю обращение к AITOM. То есть это L1Cash по сравнению с арифметикой. Сколько стоит L1Cash по сравнению с арифметикой? И давайте замерим. Давайте замерим. 5 и 7. Обращение в L1Cash плюс 3 арифметические операции – это 6 раз. И вот это надо очень хорошо понимать. У нас, у памяти, у современных памятей, у них гигантский бендвиц. И для того, чтобы реально замерить кэш-эффекты и провести вот этот простенький эксперимент, который я вас просил провести в прошлый раз там за полтора часика, я надеялся, что вы дойдете примерно до этой точки. То есть, что вы начнете замерять, и у вас ничего не будет получаться вот здесь. Потому что там дальше, если развивать эту идею, там еще две засады. Вы будете очень редко получать результаты, похожие на правду. Давайте я вам покажу простенький бенчмарк, который бенчмаркает сам по себе Memory Bandwidth. Вот смотрите, Bandwidth Bench – это очень клевая штука. Что я делаю? Я говорю, я бенчмаркаю доступы в память, а потом я бенчмаркаю просто гнездо циклов. То есть, вот здесь циклы с доступами память внутри, а здесь просто циклы. А дальше я говорю, я вычитаю. Я вычитаю просто циклы из доступов в память. И я получаю, сколько я потратил реально на доступы в память. Давайте я вам покажу, какая реальная у меня пропускная способность памяти. Ну, господи. А, GCC надо, конечно. Почему G++-то? Минус LM, разумеется. Так. Вот так примерно. На доступы в память я потратил 0.17 секунд, а на гнездо циклов я потратил 1.17 секунд. То есть, даже прогнать этот счетчик, даже без всяких случайных чисел, просто прогнать доступы памяти в цикле, это уже дороже по бендвитсу по сравнению с L1. То есть, даже циклы вокруг замеров доступа к L1 кэшу вы должны вычитать. Потому что циклы – это уже в 10 раз дороже. А если мы добавим в эти циклы еще рант, то мы получим в 6 раз дороже, чем L1 плюс циклы. И вот теперь у меня к вам действительно, и к вам, мои уважаемые подписчики на Ютубе, я надеюсь, вы оценили сложность задачи. Наконец-то вы оценили ее правильно. Вот у меня теперь к вам задача. С пониманием того, что происходит, с пониманием того, как устроен конвейер, с пониманием того, как устроены кэши, вы теперь чувствуете себя немножко более информированными физиками, но перед вами все равно физическое устройство. И в нем все равно кэши. Их все равно надо как-то замерить. Подумайте о том, как вы их будете замерять. Никакой оценки я вам за это, конечно, не поставлю. Но сама задача, согласитесь, чисто как задача на дизайн эксперимента, как померить, что вычесть, куда посмотреть, она очень интересная. Вот. На этом у меня более-менее все. А в следующий раз у нас будет вставной семинар такой. Мы вынырнем. И мы вынырнем сразу на максимальную высоту. То есть все, мы сегодня дошли до дна. Мы сегодня говорили о деталях конвейера. И в следующий раз у нас будет, я бы сказал, волнующее занятие. По крайней мере, вас оно должно взволновать. Потому что в следующий раз я расскажу вам, что такое язык программирования СИ. Ребята такие, черт, мы же год учили язык программирования СИ. Мы знаем, что это такое, правда? А тем не менее, мне будет, что вам рассказать. Мы наконец-то... То есть до сих пор я не учил вас языку. Я учил вас программированию. А программирование на языке и сам язык отличаются примерно как литература, отличаются от русского языка. Для того, чтобы писать на русском языке пьесы, вы, конечно, должны в какой-то степени знать русский язык. Вы не должны делать слишком уж грубых ошибок. Но согласитесь, что виртуозное написание текстов и виртуозное знание языка – это разные области. И вот в следующий раз, поскольку теперь мы знаем про ассемблер, про архитектуру и про все остальное, мы готовы к разговору о языке. Потому что, накинул клиффхенгер, представьте, что у вас есть программа на языке C, и есть ассемблер, в который она превращается. Ассемблер каким-то нормативным документом подперт. Про ассемблер вы можете про его семантику сказать, исходя из Instruction Set Architecture. А про программу на языке C вы что можете сказать? И вот это вопрос, о котором мы обсудим в следующий раз. На сегодня у меня всё. Всем спасибо.